друзья всем привет сегодня 3 апреля наконец-таки наступил день и когда мы наконец начинаем высаживать сад прошел почти ровно год с того момента как мы запланировали это мероприятие и до того момента как мы сажаем деревья посадка как вы видите идет полным ходом куча народа на площадке много друзей и знакомых приехала помочь то есть в организации этого проекта работают все работа кипит именно на сегодня у нас планируется высадка яблони и груши в районе 1200 1300 деревьев думаю что до конца дня мы должны реализовать свои задумки а так вот смотрите все идет полным ходом то есть это сегодня первый день следующее то что мы будем сажать это будет косточка это слива абрикос черешня и Субтитры сделал DimaTorzok Начинается новый рыболовный сезон, да, уже первые рыбаки на площадке, да, конечно, клевого еще пока нету, но все впереди, я думаю, с каждым днем будет все теплее и теплее, народа будет становиться больше, рыба начнет клевать. Но я же говорю, что в этом году основная задача все-таки то, что мы начали заниматься землей и непосредственно сад, ягода, то есть в этом году будем высаживать все и пробовать и зелень, и помидоры. То есть смотрите, как это все будет происходить. Говорю, да, на площадке сегодня много приехало друзей, которые мне помогают в реализации этого проекта. Сейчас подъедут еще дети, то есть народ начал приезжать вот с самого утра и идет такой поток, 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 все приезжают. Все в такой дружеской, хорошей обстановке. Скоро будет обед у нас, да, начнем кормить народ, закоптим рыбу, пожарим мясо. Ну, все в хорошем дружеском отношении. Субтитры сделал DimaTorzok Как говорил ранее, во всем этом проекте мне помогает уже почти как родственник мой стал Алексей Семенович. То есть от нуля до конца проекта ведет все. И саженцы мы заказывали у него в питомнике. Человек занимается этим уже с 80-го года, то есть больше 30 лет. Новые гости, это не Персононград. Татьянка, привет! Это все для истории, как это все делалось. Мы просто посчитаем количество рядов. Количество саженцев в ряду старокопанного. Я ставлю саженцы, это количество, а вы потом досадите. А вот это можно уже сажать. Вот это можно сажать. Ну мы сейчас, я думаю, в процессе будем добуриваться, все равно какие-то ряды будем... Хорошо. Телефон дала мама, купив когда-то саженец. Не знаю откуда. Я вот первый раз приехал. Это два года назад, наверное, было. Я взял первые саженцы. А год назад приехал, да, вот с таким проектом. Говорю, Алексей Семенович, хочу сад, поможете в реализации. Он приехал сюда первый раз и, как первые слова были, да, буржуи, говорит, столько земли, говорит, и земля не тронутая. Говорит, неправильно. И вот в течение года сотрудничаем. И, скажем так, с нуля до посадки год прошел. Значит, предложили ему модель сада. Малогабаритные саженцы на карликом подвое. Разные сорта, разных сроков созревания. Осенние, летние, осенние, зимние. Также груши. Сорта современные все. Вот. С хорошими качествами. И раннее созревание, и долгое хранение. Окраска. Гармоничное сочетание кислоты с сахаром. Ну, достойные, в общем-то, сорта. Вот. Мы считаем, что сад в один год не сажается. Каждый год появляется что-то новенькое. И хотя Алексей немножко тут по сторонам поглядывает, и есть возможность что-то расшириться, вот, мы пока заполняем вот это разработанное участие. А дальше будет уникальное. Продолжение следует... Огромное вам хочется сказать спасибо за помощь в реализации моего проекта. Я думаю, мы еще долгое время будем сотрудничать. Не совпадение. Спасибо большое. Каждый мужчина, как говорится, должен что сделать? Построить дом, посадить дерево. Ну, естественно, сына. Хищная рыба окунь, сазан есть, что тут есть? Карп. Очень много рыбы. Это я говорю, которую я ловил. Перечисляю. А так судак есть тоже, по-моему. Не, по-моему, точно есть. Я его держал. Ну, а что? Работы продолжаются. То есть работа идет полным ходом. То есть, как начал заниматься землей, понял, что заниматься землей, это как солнце встало, ты начинаешь заниматься. И как солнце садится, ты только тогда заканчиваешь. А по-другому никак. Ну, а так, ребят, всегда рады, приезжайте. Хорошая рыбалочка, замечательное футбольное поле, волейбольное поле. Пожалуйста, чудесный вид. Природа. Дети гуляют. Рыбалка. Рыба ловится, что замечательно. Погода офигенная. Природа. Благодать. Рыб Кульстан вас ждет. Заезжайте. Рыб Кульстан вас ждет. Рыб Кульстан вас ждет. Субтитры подогнал «Симон»!